Помочь трудоустроиться детям-сиротам и тем, кто остался без попечения родителей. В Самаре обсудили возможность проведения стажировок на предприятиях для ребят под руководством наставников. В 2024 году делились своим опытом представители разных отраслей, договорились объединить усилия, чтобы помочь детям, оставшимся без попечения родителей. Это различные предприятия, крупные предприятия Самары, которые организовывали для ребят экскурсии на предприятиях, стажировки, встречи с ребятами, профориентационные мероприятия. Период работы был более двух недель. И вот так, если перевести в деньги, то один ребенок в среднем более 10 тысяч за период заработал. Среди участников проекта «Первый шаг» Полина Мишина и Кирилл Бирюков познакомились, когда пришли устраиваться на работу в Центр Самарский. Работали помощниками специалистов и получили первую зарплату в своей жизни. Своими трудовыми достижениями молодые люди очень гордятся и уверены, что в будущем году обязательно продолжат начатое. Мне понравилось работать, потому что было интересно. Это очень хороший опыт и очень хорошее начальство. Очень хорошо относятся, мне очень понравилось. Я заработала очень хорошую сумму и я ее потратила. Последнее я купила абонемент в тренажерный зал. Это трудоустройство дало мне опыт общения с людьми, незнакомого мне. Оно помогло мне больше социализироваться. И я заработал нормальную сумму. Я отложил ее, естественно, на мечту. Молодежный Центр Самарский совместно с Федерацией профсоюзов и предприятиями АПК Самары и области не первый год реализует проект для молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации. За это время более 50 молодых людей, воспитанники и выпускники детских домов, реабилитационных центров, школ, интернатов смогли овладеть профессией, получить первый трудовой опыт, подготовиться к выходу на рынок труда. Все это было бы невозможно без участия наставников и равнодушных представителей организации партнеров, где участники проектов проходят стажировку. Елена Чернявская, Петр Пламеев. События.